Садко. В славном в Новиграде, как был Садко-купец, богатый гость. А прежде у Садко имущества не было. Одни были гусельки еровчатые. По пирам ходил играл Садко. Садко день не зовут на почестен пир. Другой не зовут на почестен пир. И третий не зовут на почестен пир. Потом Садко соскучился, как пошел Садко к Кельмень-озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гусельки еровчатые. Как тут в озере вода всколыбалась, тут-то Садко перепался, пошел прочь от озера во свой в Новгород. Садко день не зовут на почестен пир. Другой не зовут на почестен пир. И третий не зовут на почестен пир. Потом Садко соскучился, как пошел Садко к Кельмень-озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гусельки еровчатые. Как тут-то в озере вода всколыбалась, тут-то Садко перепался, пошел прочь от озера во свой в Новгород. Садко день не зовут на почестен пир. Другой не зовут на почестен пир. И третий не зовут на почестен пир. Потом Садко соскучился, как пошел Садко к Кельмень-озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гусельки еровчатые. Как тут-то в озере вода всколыбалась, показался царь морской, вышел с Эльмени-са озера, сам говорил таковы слова. Ай же ты, садко новгородский, не знаю, чем будет тебя пожаловать за твои заутехи завеликие, за твою-то игру нежную, аль бесчетной золотой казной. А не то ступай во Новгород и ударь о велик заклад. Заложи свою буйную голову и вырежай с прочих купцов лавки товара красного. И спорь, что в Эльмень-озере есть рыба золотые перья. Как ударишь о велик заклад, и поди свежий шелковый невод, и приезжай ловить в Эльмень-озера, дам три рыбины золотые перья. Тогда ты, садко, счастлив будешь. Пошел садко от Эльменья от озера, как приходил садко во свой Вановгород. Позвали садка на почестен пир. Как тут садко новгородский стал играть в гусельки еровчаты. Как тут стали садко попаивать, стали садко поднашивать. Как тут-то садко стал похвастывать. Ай же вы, купцы новгородские! Как знаю чудо чудное в Эльмень-озере, а есть рыба золотые перья в Эльмень-озере. Как тут-то купцы новгородские говорят ему таковы слова. Не знаешь ты чудо чудного, не может быть в Эльмень-озере рыбы золотые перья. Ай же вы, купцы новгородские! О чем же бьете со мной о велик заклад? Ударим-ка о велик заклад, я заложу свою буйную голову, а вы залагаете лавки товара красного. Три купца по выкинулись, заложили по три лавки товара красного. Как тут-то связали невод шелковый и поехали ловить в Эльмень-озеро. Закинули тоньку в Эльмень-озеро, добыли рыбку золотые перья. Закинули другую тоньку в Эльмень-озеро, добыли другую рыбку золотые перья. Третью закинули Тоньку в льмень озера, добыли третью рыбку золотые перья. Тут купцы новгородские отдали по три лавки товара красного. Стал Садко поторговывать, стал получать барыши великие. Во своих палатах белокаменных устроил Садко все по-небесному, на небе солнце и в палатах солнце, на небе месяц и в палатах месяц, на небе звезды и в палатах звезды. Потом Садко-купец, богатый гость, зазвал к себе на почестен пир ты их мужиков новогородских и ты их настоятелей новогородских, Фому Назарьева и Луку Зиновьева. Все на пиру наедалися, все на пиру напивалися, похвальбами все похвалялися. Иной хвастает бесчетной золотой казной, другой хвастает силой и удачей молодецкою, который хвастает добрым конем, который хвастает славным отчеством, славным отчеством молодым молодечеством. Умный хвастает старым батюшкой, безумный хвастает молодой женой. Говорят настоятели новогородские, все мы на пиру наедалися, все на почестном напивалися, похвальбами все похвалялися. Что же у нас садко ничем не похвастает? Что у нас садко ничем не похваляется? Говорит садко купец, богатый гость. А чем мне садко хвастаться? Чем мне садко похваляйтеся? У меня ли золота казна не тащится? Цветноплатье не носится. Дружина хоробра не изменяется. А похвастать не похвастать бесчетной золотой казной. На свою бесчетную золотую казну повыкуплю товары новогородские, худые товары и добрые. Не успел он слово вымолвить, как настоятели новогородские ударили о велик заклад, о бесчетной золотой казне, о денежках в тридцати тысячах. Как повыкупить садку товары новогородские, худые товары и добрые, чтоб в Новиграде товаров в продаже боли не было. Вставал садко на другой день, рано мрано, будил свою дружину хоробрую, бесчетно давал золотой казны и распускал дружину по улицам торговым, а сам-то прямо шёл в гостиный ряд, как повыкупил товары новогородские, худые товары и добрые на свою бесчетную золотую казну. На другой день вставал садко раным рано, будил свою дружину хоробрую, бесчета давал золотой казны и распускал дружину по улицам торговым. А сам-то прямо шел в гостиный ряд. Вдвойне товаров принавезено, вдвойне товаров принаполнено, на тою на славу на великую новогородскую. Опять выкупал товары новогородские, худые товары и добрые, на свою бесчетную золотую казну. На третий день вставал садко раным рано, будил свою дружину хоробрую, бесчета давал золотой казны и распускал дружину по улицам торговым. А сам-то прямо шел в гостиный ряд. Втройне товаров принавезено, втройне товаров принаполнено. Подоспели товары московские, на тою на великую, на славу новогородскую. Как тут садко пораздумался? Не выкупить товары со всего белого света. Еще повыкуплю товары московские, подоспеют товары заморские. Не я, видно, купец богат новогородский. Побогаче меня славный Новгород. Отдавал он настоятелям новогородским, денежек он тридцать тысячей. На свою бесчетную золотую казну построил садко тридцать кораблей. Тридцать кораблей, тридцать черленых. На те на корабли, на черленые, свалил товары новогородские. Поехал садко по Волхову, с Волхового Ладожска, а с Ладожска в Неву реку. А с Невы реки во Синем море. Как поехал он по Синю морю, воротил он в Золотую Орду. Продавал товары новогородские, получал барыши великие. Насыпал бочке сороковки красно-золото, чисто серебра. Поезжал назад во Новгород, поезжал он по Синю морю. На Синем море сходилась погода сильная. Застоялись черлены корабли на Синем море. А волной-то бьет, паруса рвет, ломает кораблики черленые. А корабли не идут с места на Синем море. Говорит садко-купец, богатый гость, ко своей дружине кохоробрые. Ай же ты, дружинушка хоробрая, как мы век по морю ездили, а морскому царю Дани не плачивали. Видно, царь морской от нас Дани требует. Требует Дани во Синем море. Ай же, братцы, дружина хоробрая, взимайте бочку сроковку чисто серебра, спущайте бочку во Синем море. Дружина его хоробрая взимала бочку чисто серебра, спускала бочку во Синем море. А волной-то бьет, паруса рвет, ломает кораблики черленые. А корабли не идут с места на Синем море. Говорит садко-купец, богатый гость. Видно, царь морской требует живой головы во Синем море. Делайте, братцы, жеребья вальжаны. Я сам сделаю на красное им на золоте. Всяк свои имена подписывайте. Спускайте жеребья на Синем море. Чей жеребий ко дну пойдет, таковому идти во Синем море. Делали жеребья вальжаны, а сам садко делал на красное им на золоте. Всяк свое имя подписывал. Спускали жеребья на Синем море. Как у всей дружины хоробрая, жеребья гоголем по воде плывут, а у садка-купца ключом на дно. Говорит садко-купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая. Эти жеребья неправильны. Делайте жеребья на красное им на золоте, а я сделаю жеребий вальжаны. Делали жеребья на красное им на золоте, а сам садко делал жеребий вальжаны. Всяк свое имя подписывал. Спускали жеребья на Синем море. Как у всей дружины хоробрая, жеребья гоголем по воде плывут, а у садка-купца ключом на дно. Говорит садко-купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая. Видно, царь морской требует самого садка богатого в Синем море. Несите мою чернилицу вальяжную, перо лебединое, лист бумаги гербовой. Несли ему чернилицу вальяжную, перо лебединое, лист бумаги гербовой. Он стал именьице отписывать. Кое именье отписывал божьим церквам. Иное именье нищей братьи. Иное именьице молодой жене. Остатное именье дружине хороброй. Говорит садко-купец, богатый гость. Ай же, братцы, дружина хоробрая. Давайте мне гусельки еровчаты. Поиграть-то мне в остатние. Больше мне в гусельки не игрывайте. А ли взять мне гусли с собой в осенем море? Взимает он гусельки еровчаты. Сам говорит таковы слова. Свалите дощечку дубовую на воду. Хоть я свалюсь на доску дубовую. Не столь мне страшно принять смерть в осенем море. Свалили дощечку дубовую на воду. Потом поезжали корабли по синюю морю. Полетели, как черные вороны. Остался садко на синем море. Сатая со страсти с великие. Заснул в дощечке на дубовой. Проснулся садко в осенем море. В осенем море на самом дне. Сквозь воду увидел пекучесть красное солнышко. Вечернюю зарю, зарю утреннюю. Увидел садко. В осенем море стоит палата белокаменная. Заходил садко в палату белокаменную. Сидит в палате царь морской. Голова у царя как куча синая. Говорит царь таковы слова. Ай же ты, садко, купец, богатый гость. Век ты, садко, по морю еживал. Мне, царю, да не не плачивал. А нонь весь пришел ко мне во подарочках. Скажут, мастер играть в гусельки и ровчаты. Поиграй же мне в гусельки и ровчаты. Как начал играть садко в гусельки и ровчаты. Как начал плясать царь морской в осеннем море. Как расплясался царь морской. Играл садко сутки. Играл и другие. Да играл еще садко и третьи. А все пляшет царь морской в осеннем море. В осеннем море вода всколыбалась. Со желтым песком вода смутилась. Стало разбивать много кораблей на осеннем море. Стало много гибнуть именицов. Стало много тонуть людей праведных. Как стал народ молиться Миколе Можайскому. Как тронула садка в плечо в оправое. Ай же ты, садко новогородский. Полно играть в гуселы шки и ровчаты. Обернулся. Глядит садко новогородский. Аж настоит старик седатый. Говорит садко новогородский. У меня воля не своя в осеннем море. Приказано играть в гусельки и ровчаты. Говорит старик таковы слова. А ты струночки повырывай. А ты шпенечки повыломай. Скажи, у меня струночек не случилось. А шпенечков не пригодилось. Не во что больше играть. Приломались гусельки и ровчаты. Скажет тебе царь морской. Не хочешь ли жениться в осеннем море На душечке на красной девушке? Говори ему таковы слова. У меня воля не своя в осеннем море. Опять скажет царь морской. Ну, садко, вставай поутру, ранешенька. Выбирай себе девицу-красавицу. Как станешь выбирать девицу-красавицу, Так перво триста девиц пропусти, А друга триста девиц пропусти, И третье триста девиц пропусти. Позади идет девица-красавица, Красавица-девица-чернавушка. Бери ту ю-чернаву за себя замуж. Будешь, садко, в Ановиграде. А на свою бесчетную золотую казну Построй церковь соборную Миколе-Можайскому. Садко струночки во гусельках повыдернул, Шпенечки воеровчатых повыломал, Говорит ему царь морской. Ай же ты, садко-новогородский, Что же не играешь в гусельки иеровчаты? У меня струночки во гусельках выдернулись, А шпенечки воеровчатых повыломались, А струночек запасных не случилось, А шпенечков не пригодилось. Говорит царь таковы слова. Не хочешь ли жениться в осеннем море На душечке на красной девушке? Говорит ему садко-новогородский. У меня воля не своя во синем море. Опять говорит царь морской. Ну, садко, вставай поутру, ранешенька, Выбирай себе девицу-красавицу. Вставал садко поутру, ранешенька, Поблядит, идет триста девушек красных. Он перво триста девиц пропустил, И друга триста девиц пропустил, И третье триста девиц пропустил. Позади шла девица-красавица, Красавица-девица-чернавушка. Брал тую чернаву за себя замуж. Как прошел у них столованье почистен пир, Как ложился спать садко во первую ночь, Как проснулся садко в Анове-граде, А реку чернаву на крутом кряжу, Как поглядит, аж набегут Его черленные корабли по Волхову. Поминает жена садко со дружиною в осеннем море. Не бывает садко со синем моря, А дружина поминает одного садка. Остался садко в осенем море. А садко стоит на крутом кряжу, Встречает свою дружинушку Саволхова. Тут его дружина сдивовалась, Остался садко в осенем море, Очутился впереди нас в Анове-граде, Встречая дружину Саволхова. Встретил садко дружину хоробрую И повел в палаты белокаменные. Тут его жена зрадовалась, Брала садка за белые руки, Целовала его устава сахарные. Начал садко выгружать Сочерленных со кораблей именница, Бесчетную золоту казну. Как повыгрузил сочерленных кораблей, Состроил церкву соборную, Миколе Можайскому. Не стал больше ездить садко на Синем море, Стал поживать садко в Анове-граде.